привет подписчики привет youtube снова на связи с вами мандаль на бой в общем пропал немножечко потерялся сейчас хочу вам записать коротенькое видео такое о том вообще как у меня все происходит куда было потраченное время почему не выходили ролики чем я сейчас занимаюсь да я работаю да на машине данная грузовой что случилось в жизни в общем давайте начнем со всего и расскажем расскажу как чё маленькую потихоньку что поехали так ребята начнем с того что начнем с того что в общем короче уволился с того бензовоза вернее случай подвернулся начнем с того что я работал на бензовозе на бензовозе ман тгx тгx с грозовской бочкой начальника я вам рассказывал я снимал ролики в общем все шло нормально до нового года когда мы не стали ездить на тот нефть и уже на тот нефти я понял что зарплаты нету что машину никто не делает хотя обещали делать машину обещали зарплату в общем новый год худо-бедно короче у меня проходит потому что мне даже перед новым годом мне перед новым годом не зарплату заплатили как положено всего 5000 дали 5000 вставляете конечно немного этом и наработал в общем ну вот так вот я еще работаю январь наде в надежде что сейчас будет все хорошо деньги появятся им я начну дальше работать зарабатывать январь я работаю и уже конец января получается что я заболеваю я заболеваю просто простыл просто простываю и ложусь дома там с температурой со всей вот этой вот ерундой тем самым тем самым короче лежу я где-то дня два-три он мне звонит говорит что пора бы на работу и я понимаю что у меня открылась еще одна старая моя болячка конечно очень неудобно они разговаривать на ютубе но для кого-то это наверное будет пояснением куда я пропал на два месяца и тудым-сюдым даже уже на три получается вот и короче заработал я грубо говоря не заработал у меня был давно заработанный но тут вновь заработанный открываются у меня геморрой да ну многие с этим сталкивались еще теперь юлить до болячка в основном водители и людей сидя сидящей работой и настолько все печально что я обращаюсь к врачу что пока я болею думаю как-то надо что-то как-то они мне говорят что нужна операция что это вещи так просто но не заживают и как бы я сам последнее время мучился помните на и веках когда я ездила с деревянными сиденьями вот это все вот поясню кстати ездил на мани столько лет хоть там сиденье было не самое лучшее ну у меня проблем вообще никогда таких серьезных не было как я начал скакать по машинам как вот это вот начал менять сиденье вот это все вот это у меня сразу все стало печально печально вот и на мани не работала пневмоподвеска сиденье получается за этого все так печально и вышло а когда ты сидишь на табуретке еще и постоянно едешь по трассе 1 но трясет то те у кого есть эта болезнь сами понимают что случается в этом случае и я решился пойти на операцию операцию делал где-то я месяц по времени потому что подготовка туда-сюда анализы все это все прекрасно понимают они понимают я объясняю подготовка анализы лечение сначала только потом идет операции после операции еще две-три недели ты должен просто ничего стараться не делать просто отдыхать и все итак я в палате стол телевизор газ обзор палаты вам там туалет душевая туалет умывальник я готовлюсь к операции так вот моя куше . тоже мужчина здесь уехал на операцию сейчас такие вот кресла какие-то модные вот так вот немножко валяюсь отдыхаю будет скоро и меня оперировать собрали мужчина потом я следующий тем самым короче я лечусь хозяин мана в курсе ждет меня на работу и я как бы а я жду свою зарплату я говорю давай по зарплате вы решим все нюансы и решим с работой вот я еще была надежда что я выйду работать на мани но он меня кидает с деньгами фотографию сейчас пензовоза ну вы увидите фотографию я еще кстати прилеплю потому что это очень важно для меня не для меня наверно для вас потому что может кто-то посмотрит и поймет что с такими людьми работать просто не надо потому я мне были кстати подозрения еще самого начала но я думал мало ли может быть я ошибаюсь оказывается нет я не ошибаюсь человек реально оказался не ответственным за свои слова не выплатил мне зарплату до сих пор уже прошло три месяца он ее не выплатил и кормит меня завтраками обещаниями там поэтому ребят это не добросовестный работодатель как на которого лучше не нарываться вот он фотография человека вот вам автомобиль еще у него есть мерседес красненький аксор в общем на эти машины садится и работать нельзя с этим человеком негативная и причем не только в челябинской области он ее сейчас эту машину гоняет а еще и дав у него шторка имеется если вот узнаете что этого человека и он нанимает машина дав mercedes и man все бросаете трубку и шлите его лесом так что вот так вот в общем он в ульяновске и сызрани нет не сызрани саранске еще пытается их продвигать свои эти машины но в итоге не знаю выводить с водителем связывался кто из саранска работал у него после меня на этом мани благо я ему позвонил во время он ему дали мой номер и все и он уволился через две недели потому что ну так и работать нельзя это неправильно по отношению к людям водителям которые выполняют ответственную такую задачу так нельзя поступать поэтому человек крайне негативные вернее крайне в общем не надо у него работать и все далее я сижу дома далее все отлично после операции вообще вот клевая штука делайте смело не жалейте денег потому что денег стоит немало до согласен я еще делал не бесплатные да где-то там я делал в платный для этого пришлось конечно же пожертвовать вами нелюбимым китайским джипом продал я ховера продал я его причем ну как то так быстро продал и все не то что жалею наверное нет потому что это китайская машина если честно особо у меня никаких там эмоций таких хороших не вызывало тем что она была проходимая да и запчастях где-то недорогая но где-то дорогая в остальном что про нее могу сказать такой знаете как мини отзыв посадка неудобная езда на ней некомфортная такая но по сравнению с другими до автомобилями если вы на нее сядете там после уазика конечно не вывозе к это классная . а если вы садитесь после иномарки ну такое себе я ее продаю короче и покупаю себе другую машину легковую потому что передвигаться мне на чем-то надо на работу надо ездить и туда и сюда я купил себе nissan avenir тоже прошу любить и жаловать такая простенькая машинка искал такую чтобы была такая спокойная машина простая недорогая вот делал операцию купил машину купил ее не за дорого и остальные деньги там вложил еще в одно в одно место вот и далее что получается я устраиваюсь на работу ищу работу ищу работу как бы смотрю вы ищу я устраиваюсь на работу нет не вы не подумайте что я сижу в газели нет на газель я устраивал строился на работу в регион это челябинская компания регион у на называется бензовозом на бензовозе водителем машина машина моя кстати вот также вы ее можете увидеть по поводу снимать про бензовоз ну давайте кстати да я пока работают месяц практически в этой компании езжу не так далеко меня устраивает у меня хороший график у меня как бы официальная полная зарплата и вы напишите в комментариях интересен ли вам контент с этой машиной вообще про бензовоз там да да нет нет и тогда я буду думать какие ролики дальше вообще выпускать потому что канал застоялся вообще youtube говорят закрывают кстати кто не знал поэтому будем переходить на другие площадки и думать что будем снимать дальше но пока я не знаю что для вас снимать потому что контент как мандаль на бой закончился и возможно мы сейчас можем начать несколько каких-то других новых контентов но для этого хотелось бы хотя бы вашего небольшого одобрения а так как график у меня хороший на этом самом на бензовозе я сижу в газели и помогаю брату брат у меня работает на мобильном шиномонтаже выполняет он да выполняет он много чего он ездит там всякие слесарные работы так не токарные короче мобильный шиномонтаж это как как это сказать то машина которая выручает всех она не только осуществляет ремонт колес но и ремонт других всяких узлов агрегатов которые допустим ты можешь позвонить по телефону и вызвания это к примеру там выехать на трассу там что-то снять открутить прикрутить поменять сделать там отвести подвести ну короче вот очень разно широкий спектр работы но в данный момент сейчас идет переход на летний сезон шин и так как загруженность большая я вот подработать решил тут несколько дней у брата пока у меня выходные принципе кататься интересно я на подмоге и зарабатываю только какую-то копеечку потому что просидел я очень долго и как так сказать потерялся в деньгах поэтому почему бы и нет чтоб не просто так не сидеть дома и не заниматься ерундой всякой в общем что еще далее так всего понемножку конечно в целом все отлично все хорошо доволен доволен ли я работаю но пока не могу сказать потому что я еще не отработал там не полгода не год поэтому не могу сказать как 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 заработная плата ну невысокая потому что фирма маленькая вот и посмотрим в общем короче давайте накидывайте комментарии что вам снимать контент может быть снимать вам интересен когда с легковой машиной как я с ней ковыряю я тоже что-то там делаю там туда-сюда очень много как бы обслуживаю все сам стараюсь как бы что-то там чиню ремонтирую поэтому какой контент интереснее потому что очень много людей которых смотрит не только из-за дальнобоя да может быть просто интересно канал вот и все так что задавайте пишите вопросы я работать дальше зарабатывать денежки и пилить какой-нибудь вам годный контент так что давайте всем спасибо кто просмотрел этот ролик до конца на связи мандаль на бой всем удачи и пока